Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заужих, оплакив, умертых, разбивая молнии» продолжаем рассказывать о стрессе. Вы знаете, что все население нашей страны находится в тревожном состоянии, находится в стрессе. Некоторые люди мечутся. Мы сегодня вам расскажем, почему люди начинают метаться во время стресса. Мы расскажем о том, что происходит с их нейронами, и расскажем о том, как с этим бороться, при помощи каких лекарств. Итак, сегодня мы говорим о ситуации в нашей стране, которая сложилась, я уже не знаю, когда выйдет этот ролик, он может быть выйдет не сразу. Будет ли у нас специальная военная операция, или контртеррористическая военная операция, или будет объявлена война в Украине. Но это не суть. На самом деле, продолжается частичная мобилизация, которая будет продолжаться неизвестно как долго. И все это, конечно, может привести к психическому расстройству, которое называется острой реакцией на стресс. Ну, как правило, это возникает сразу после психотравмирующего фактора. Психотравмирующим фактором может быть объявление частичной мобилизации, объявление полной мобилизации, может быть получение повестки, явиться в военкомат, и так далее, и тому подобное. И вот здесь некоторые люди замирают, мы об этом рассказывали, посмотрите, пожалуйста, о некоторых людей начинается двигательное возбуждение. То есть, люди не в состоянии вообще определить, они мечутся просто, они не в состоянии определить, кто враг, откуда там идет опасность, они не способны логически мыслить. Они подобны зверю, который мечется в клетке. Это абсолютно непродуктивная деятельность. Вот так выглядит это у животных, но точно так же это может быть выглядеть у человека после того, как он, например, получил повестку в военкомат, или еще какой-нибудь возник какой-нибудь острый стресс. Самое главное, чтобы вы поняли, что даже если ты там мечешься, то ты все равно будешь годен к военной службе, сколько бы ты ни метался. Метаться контрпродуктивно, вместо того, чтобы метаться, конечно, нужно овладеть собой, и, конечно, нужно заняться какой-либо продуктивной деятельности. Ну, во всяком случае, придумать какой-то план действий на будущее, что ты будешь делать. Итак, почему возникают эти самые металии? Первое, что происходит при острой реакции на стресс, падает самая серьезная, самая мощная, самая древняя тормозящая система, которая называется гаммкаргической, построена на гаммкаргических нейронах. Гаммк – это гамма-аминомастная кислота. Вот эти нейроны отказывают и начинают действовать другие нейроны. Обратите внимание, прежде всего гистаминовые, норадреналиновые, глутаматные, дофаминовые. Вот они повышают свою активность и начинаются метания. Что же там такое происходит? Глутаматные нейроны являются основными возбуждающими. И в норме у человека есть такое место, которое называется таламус, где происходит обязательно фильтр установлен. Не все импульсы глутаматной системы доходят до коры головного мозга, а только те, которые кора считает важными. Для этого есть система отрицательной обратной связи. Глутаматные нейроны в коре активизируют тормозящий гаммкаргический нейрон, и в этот момент отсекаются лишние импульсы. Теперь представьте себе, что гаммкаргический нейрон не работает, он упал. Тогда огромное количество импульсов начинает идти в кору, и в коре начинается кавардак. Там начинается просто беспокойство, там начинается ворох мыслей, думать о чем-либо невозможно. Этому способствует высокая активность дофаминовых нейронов. Потому что они давят активность гаммкаргических нейронов, они еще больше их пинают, соответственно, еще больше импульсов, еще больше возбуждения. И вступают в действие норадреналиновые нейроны, и человек начинает метаться. Причем он мечется без устали. Вот это очень интересно наблюдать за этими людьми, потому что бывает такое, что человек, в общем, не склонный к физической нагрузке, к физической зарядке. Но вдруг он может проявлять необычайную способность метаться. Это может продолжаться часами. При этом его внимание привлекают самые разные объекты. Мысли двигаются крайне быстро, сделать он с ними ничего не может. Подымается активность гистаминовых нейронов. А что такое высокая активность гистаминовых нейронов? Это переключение из режима сна в режим напряженного бодрствования. То есть это не просто бодрствование нормально, это напряженное бодрствование. Когда у человека ажитация, возмущение, гнев, зуд возникает, приливы. В общем, человек мечется, плохо себя чувствует, что надо делать. Итак, вот такая острая реакция на стресс. Конечно, ее нужно снимать. Для этого существуют различные препараты антипсихотики. Причем преимущественно те препараты, которые действуют на дофаминовые, норадреналиновые и гистаминовые нейроны. К сожалению, у нас нет препаратов, которые дополнительно действуют еще и на глутаматную систему. Но, тем не менее, достаточно заблокировать активность дофаминовых, норадреналиновых и гистаминовых нейронов при помощи аллозапина. Перециазин от нулептил, мы о нем рассказывали. Посмотрите, у нас есть ролики. Левоми парамазин, парамазин, хлор парамазин, аминозин, знаменитый клозапин. Вот все это будет способствовать тому, что активность этих нейронов упадет и метания прекратятся. Потому что, чем быстрее прекратятся метания, тем быстрее у человека возникнет какая-то идея, как ему спастись. Вот для того, чтобы вы поняли, чем отличается целенаправленное действие от метаний, я вам показываю вот эту ситуацию, которая была на вот этом пропускном пункте Верхний Ларст. Видите, это целенаправленное бегство. Это не то, что люди мечутся. Вы видите, люди идут одной колонной, они идут в одном направлении, они идут с определенной целью покинуть территорию России. То есть, это уже, конечно, не метание. Поэтому еще раз говорю, если человек при стрессе мечется, его нужно, конечно, обязательно успокоить при помощи этих антипсихотических препаратов. Наконец, вы знаете, что в нашей стране есть еще один пример тоже целенаправленного действия. Это не метание. Знаете, этот пример очень и очень распространен. Любит об этом рассказывать. Рассказывал наш президент. Крыса, которая загнана в угол. Если невозможно, бегство невозможно, то крыса атакует. Это тоже не беспорядочное действие. Это тоже не двигательное возбуждение. Это целенаправленное действие. Это атака. Так что есть еще много других целенаправленных действий. Мы, конечно, об этом рассказывать не будем. Но, тем не менее, вы должны знать, что если человек мечется, получил повестку там или еще что-нибудь там случилось, обязательно его надо привести в чувство. Для этого есть специальные препараты. Как всегда, в конце нашей мини-лекции я вас прошу, подписывайтесь на наш канал. Нам бы хотелось, чтобы вот эта информация распространялась в населении. Потому что очень важно, вот человек, родственники видят, что их там, я не знаю, внук, там сын, отец вот мечется по квартире, не может найти своего места, бегает. Как-то ему надо помочь. Не знают, как помочь. Теперь вы знаете, что происходит в голове у таких людей и как таким людям надо помогать. А для этого еще раз говорю, надо распространять эти знания. Поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите комменты, ставьте лайки, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. Ну и, как всегда, просим, становитесь спонсором нашего канала. До новых встреч!